Всем привет! Всем здрасте! Как обычно, со мной рядом мой стакан чая. Значит, был горячим. Пока я тут туда-сюда бегала, он подостыл. Ничего страшного, значит. Я хотела выпить горячим, но ничего страшного. Выпью, значит, таким, каким он будет в конце моего видео, как завершу, снимать для вас ролик. Ну вот, сделала я галушки из желтой кукурузной муки. Сегодня из желтой кукурузной муки. Кстати, они получаются из желтой и вкуснее. Просто варить их приходится дольше, чем из белой. В основном делаю из белой. А вот пару дней назад купила ведро желтой муки, и что-то я подсела сейчас на эту. Мне сейчас пока хочется из желтой. Вот такие галушки у меня получились. Ездили в субботу на рынок, купили три бухи. Я ее заморозила. Расфасовала по пакетам пропорционально. Вот. Ну, на сегодня я принесла два пакетика, два кулечка. Потому что требуха, если ее отводить, она уменьшается в размерах. Если от старой коровы, то вообще становятся маленькими-маленькими кусочками и жесткими. У меня получилось, что из молодого, значит, животного, не знаю, бычок, коровы, кто там, птелка, кто там был. Одним словом, варятся они с девяти часов утра. Так, да, я вам сейчас скажу. Сейчас 20 минут второго. И не от молодого, а от среднего, значит. Обязательно, если вы покупаете требуху, нужно просить, чтобы эта требуха была от одного животного. Любят продавцы закидывать кусочек, у них же как, по кастрюлям, отсюда кусочек, отсюда кусочек, оттуда докинут, сюда перекинут. И в итоге ты приходишь и ставишь ты варить, значит, эту требуху. И одни части у тебя намного раньше отвариваются, остальные могут вариться там намного дольше. Ненавижу я, значит, вот эту ситуацию. Даже если ты просишь, вот этот подвох, он есть. Когда им... Они-то как продавцы, это же они же, не они же забивают. Они на этом зарабатывают. То есть я вот стою на рынке, мне звонят там, подвозят мне, они чистят, моют сами всё. А я только тупо там стою, продаю и всё. Но я прекрасно знаю, в какой кастрюле у меня где что лежит. Потому что обязательно говорят, вот это от старой коровы или, ну, быков не держат же так. И обязательно нужно продать и отсюда. И нужно закидывать по кусочку. Вот таким вот образом докидываются. И, если честно, портят они и настроение людям. Потому что ждёшь, когда у тебя всё это отвалится разом всё, а тут сидишь, сидишь и ждёшь. Дальше. Купили мы 12 таких вот ведёрок. Думала, хватит. Рядом магазинчик. Стоит знакомая женщина. И что-то речь зашла за капустой. Она говорит, если бы была капуста у меня в магазине, она бы у меня очень хорошо уходила. Я говорю, у меня есть кастрюля, я тебе принесу. Вот так обрадовалась. Принеси, принеси. 10 вот таких ведёрок отнесла позавчера. Они у неё все ушли. Вот эту я оставляла для себя. Я люблю делать борщ из квашеной капусты. Но нужно сейчас сходить за хлебом. На улице дождик, холодно. И мне лень. Я надеюсь, что мой муж приедет и отвезёт меня на машине. В принципе. Вот. И мне лень. И вот я его жду. А ним, словом, вот эти два этих я отнесу ей. Потом мы утром поедем на оптовый рынок и закупим себе мешок капусты. И буду квасить разными-разными способами. Варианты. Одним словом. С уксусом, без уксуса. Кусочками. Добавлять туда свеклу. Можно свеклу также сделать. Одним словом. Магазинчик небольшой. Благо, я же говорю, недалеко. Если бы надо было куда-то возить, я бы не поехала. Я очень ленивая на подъём. Могу собираться, собираться, собираться. А в последнюю минуту запросто могу передумать и не поехать. Вот такой вот я человек. Вот такой вот я человек. Так, сейчас нужно мне закидывать галушки. И я вам покажу в итоге, что у меня получилось, как накрою стол. Ну, это будет второе видео. Потому что сейчас уже 6 минут. Седьмая минута пошла. И оно у меня получится очень длинным. Я вот как быстро сегодня разговариваю, да? Я не хочу тянуть, тянуть, тянуть. И всё равно у меня получается оно длинное. Вот. Сейчас я быстренько хочу выпить этот стаканчик. И всё, закинуть галушки. Всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok